Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим опытом эксплуатации клапанов фирмы Danfoss с электроприводом. Конкретно в данной ситуации это клапан VB2 диаметром 40. Такая вот маркировочная табличка, на нем есть. КВС-25, диаметр 40. Сюда уже сейчас я буду ставить новый электропривод. Вот этот вот тип АМВ-153, АРВ-153. До этого стоял привод АМВ-30. То есть вот он такой же абсолютно. Ну конкретно это АМВ-20, он чуть помедленнее. И он вышел из строя, поэтому придется ставить новый. Соответственно, почему придется ставить новый? Это вот причина его выхода из строя в том, что клапан начал течь по штоку, вот здесь вот, где шток ходит. И сальниковое уплотнение уже вышло из строя, и вода затекла в привод, и он вышел из строя. Здесь конкретно он стоял, как я бы рекомендовал, вот так вот. То есть отверстием, через которое заходит провод, здесь. Но все равно привод вышел из строя. При вот такой установке вероятность выхода из строя привода все-таки меньше. Потому что конкретно вот здесь вот в этом отливе находится электродвигатель. Дальше идут всякие шестеренки, и здесь вот уже шток ходит рабочий. Но все равно, даже так привод может выйти из строя. Так вероятность выхода из строя еще выше, потому что вода затекает и уходит сразу, мотор выходит из строя. Так, сейчас я буду, значит, менять это сальниковое уплотнение и параллельно рассказывать, что я как делаю. Для начала сниму электропривод, он снимается просто с кручением этой гайки. Дальше сальниковое уплотнение. Вот оно у меня все разложено. Оно приходит вот в такой вот коробочке. Вот номер 065B2070. Подходит для клапанов ВБ2 от 15 до 50 диаметра. В ней вы сможете найти две прокладки запасные. Ну, это для больших диаметров, это для маленьких. Инструкцию по замене. Инструмент для сжатия пружины. Пластиковое колечко, медное и сальниковое уплотнение. Это картридж. И еще в маленьком пакете кисмазка. Все это вложено вот в такой пакет. Все, сейчас буду все разбирать. Значит, первым делом накручиваем вот эту вот приспособу, которая идет в комплекте, латунная. Для того, чтобы сжать пружину, чтобы мы спокойно могли снять вот это стопорное кольцо. Я предварительно еще, так как клапан подтекал, на резьбе налет был. Зачищаю методической щеткой, например, такой. Немножко прыскаю ВДшки. И вот первым номером удобнее всего эту штучку закрутить. Закручиваем, чтобы стопорное кольцо торчало. Потом тоненькой отверткой сейчас поддену, сниму. И обратно скручиваю эту штучку. Вот так. Значит, после скручивания инструмента, которого идет в комплекте, видим вот такую картину. У нас, значит, будет достана пружина с шайбой, стопорное кольцо и наш инструмент. Стопорное кольцо аккуратно снимает, чтобы не ускочило, чтобы потом не искать по всему помещению, где у вас установлен клапан. И еще ход пружины немножко больше, чем ход резьбы, поэтому в конце инструмент немножко вытолкнет. Придерживайте его. Видим дальше вот там такую картину. Там наш вот картридж, который, собственно, нужно заменить сальниковый. И я сейчас головкой высокой одену, буду его срывать, а потом уже раскручивать вот эти четыре болта фланца. Естественно, с трубопровода давление нужно сбросить, потому что после этого мы его, разбирая фланец, разгерметизируем. Давление должно быть сброшено, вода слита. Ладно, сейчас дальше. Собственно, вот так вот, высокой головкой на 15 срываем. Вначале он может туго идти, потому что затянут более-менее. И главное, головку до конца оденьте, особенно если там уже много наростов. Если не до конца оденете, вначале слижите край грани, потом уже тяжело будет выкрутить. Поэтому сразу надевайте до конца. Головка на 15 я использую вот такую высокую. Все, дальше можно выкручивать. Ну, или сорвать, выкручивать, в принципе, можно и на снятом фланце. Главное сорвать, удобнее, когда она на клапан одета. Все, дальше. Значит, болты фланцевые конкретно у 40-го клапана. На 19 головка. Так вот, с трещоткой я откручиваю. Чуть-чуть отдал их, и чтобы потом не соскочила она отверткой. Вот так вот, меж фланцев раз, и немножко, оп, отходит. Чтобы потом проще было. Все, сейчас откручиваю, достаю фланец. Значит, фланец открутил. Прокладка осталась на месте, старая. Не знаю, сейчас посмотрю, новую ставить или эту. Тут можно все почистить, вот эти наросты. Четыре болта, и, соответственно, фланец снятый. Вот здесь вот у меня. Вот он. Там у меня уже сорван этот картридж. Сейчас его откручу тут аккуратненько. И вот так вот выглядит сама тарелка. То есть, соответственно, тарелка. Там внутри еще полость для компенсации перепада давления и отверстия, через которые давление передается. Сейчас дальше разберу. Значит, вот картридж я полностью достал. Старый. Вот он все ржавенький. Достал головкой на 15. Тут руки уже он дальше выкрутился. Достал шток. Шток тоже сейчас весь почищен, весь в налете. Тут, вот если обратите внимание, резиновое кольцо идет сверху, в пазу. Оно создает герметичность. И вон там тоже видно отверстие, через которое вот отсюда попадает давление сюда для компенсации. У нас площадь давления, вот только площадь штока в итоге остается, что снижает усиленно на закрытие клапана значительно. Так, а здесь мы еще видим медное кольцо, а под ним мы увидим вот пластиковую тоже прокладочку такую, сальник. Здесь все почищу. Почищу и надо будет смазкой. Вот, то есть вот это вот медное кольцо, пластиковая втулочка тоже и сам картридж. И вот этой смазкой все нужно будет шток и полость, вот эту резинку, вот эту подсмазать, все. Ну, после того, как почистим, естественно. Так, медное кольцо отсюда и пластиковую эту втулку, я достаю обычно тоненькой отверткой, вставляю и упираясь в край, так выбиваю по чуть-чуть, оно без проблем обычно выходит. Сейчас все достану. Вот, все достал. Потом, когда сейчас я все почищу и буду вставлять, обратите внимание, что вот это пластиковое колечко, оно имеет полую сторону и глухую. бегут, вставлять ее нужно глухой стороной кверху и полой стороной туда, в клапан спускать. Старое стояло так же, вот, внизу. То есть вот так перевернуло, так вот. Так вот, ну, все. Все, дальше сейчас почищу, соберу. Значит, что, шток почистил, уже вставил вот пластиковую эту вставочку. Вот она вот так должна стоять. Тоже там все тряпочкой протер, как смог. Шток максимально попытаться чистой тряпкой заполировать. Естественно, если на нем какой-то налет останется, абразив, он новый картридж тут же убьет. Но шкуркой, наверное, не стоит. Тут, я не знаю, я просто максимально тряпочкой, мягкой защищаю до идеальной гладкости. Все, сейчас эту вставил, пластиковую вставку. Соответственно, новое медное кольцо туда ставится. Ну, она просто, вот, все стоит. И буду вкручивать новый картридж. Новый картридж, вот он, блестящий. Аккуратно, такой же головкой вкручу. Усилие, судя по инструкции, значит, картридж закручивается 45 ньютонов на метр. Болты крутятся, ну, соответственно, диаметром тоже 45 ньютонов на метр. У меня динамометрического ключа нет, поэтому буду рассчитывать на свой опыт измерение усилия. То есть, если у меня ключик примерно 25 сантиметров, у него рычаг, вот он. То есть, на конце я должен создать усилие в 4 раза больше, чем в 45 ньютонов. То есть, это получается, ну, грубо говоря, 180 ньютонов, то есть 18 килограмм. Так, ну, вот, 18 килограмм на конце я должен создать для закручивания вот этой штучки. Всё это по ощущениям. Всё, буду собирать. Значит, картридж вкрутил. Сейчас буду вот этой смазкой из пакетика смазывать поверхность штока, внутреннюю вот эту полость, резинку тоже. Смажу цилиндр вот этот блестящий. Ну, и немножко на шток туда вот запихаю. Тоже, естественно, что перед смазкой всё чистое должно быть, чтобы грязи там никаких камушков не попало. Значит, вот всё смазал. Шток, полость. Тут немножко... Проще всего пакетик полностью раскрыть, вывернуть и прямо им мазать, чтобы руки не запачкать, и смазка лучше вся уйдёт. Так, вообще, вставится всё должно без особых усилий, то есть, плавненько вставляете. Вон, немножко смазка выдавила. Тут на штоке чуть-чуть без особых усилий вставляется. И всё, можно с небольшим вращением. Сейчас буду фланец закрывать. Значит, картридж, пока пружину не буду одевать, не забудь ещё подтянуть, он у меня не затянут. Но подтянуть его будет легче на месте, когда фланец будет зафиксирован. Значит, ещё при разборке обратите внимание, в каком положении у вас этот фланец находится, потому что он вроде как симметричен, но у него вот тут вот есть небольшой выступ с одной стороны. Не знаю, зачем он нужен, но всё-таки обратите внимание. В моём случае он будет, этот выступ, со стороны входа в клапан. То есть, вот стрелка вниз, со стороны входа в клапан, то есть, внизу. То есть, можно запомнить просто по надписям. Здесь на каждой стороне фланца разные надписи. Соответственно, дальше так же поставите. Всё, сейчас буду ставить. У меня вроде старая прокладка целая. Наверное, менять её не буду, поставлю обратно так же. Хотя по инструкции написано, что нужно менять. Покрутил фланец, естественно, всё как обычно, подтягивая по диагонали. Прокладка что-то типа паранитовой, поэтому она не сильно прожимается. Так, аккуратно, вначале руками, потом по диагонали по чуть-чуть подтягивая, затягиваем. Сейчас главное, вот не забыть подтянуть этот картридж, так же с усилием 45 ньютонов на метр, как и болты фланца, судя по инструкции. Сейчас я его подтяну и буду в обратной последовательности собирать вот это всё. То есть, вставлю пружину с шайбой, буду накручивать вот эту приспособу из комплекта и одену стопорное колечко, а потом эту шайбу скручу. Забыл ещё сказать, перед тем, как надевать пружину и накручивать эту шайбу, шток клапана полностью выдвинут на себя, иначе хода не хватит, чтобы надеть. Всё, вот я сейчас отдел, буду шайбу скручивать. Так, после того, как всё сделали, ставим клапан под давление, проверяем, чтобы ничего не текло по фланцу, особенно со старой прокладкой смотреть. Но обычно всё нормально здесь. Если что, прокладку меняете, проблем не будет. И ещё дальше я всё-таки на всякий случай проверяю. Смотрим, чтобы вот здесь капель не образовывалось, отсюда не шло, потому что если всё-таки что-то там не дотянули картридж, то оттуда тоже может подтекать. И ещё я обычно беру железяку или что-нибудь, ну вот, например, ключ вот так вот ставлю, и просто руками несколько раз туда проверяю, чтобы при... когда клапан закрывается, открывается, тоже воды не появлялось. Всё, в принципе, на этом всё. Всё, если герметичность проверена, можно собирать, одевать привод, и он опять должен прослужить. Ну, у нас служит около 5-8 лет, вот так вот в среднем, без проблем абсолютно. Потом картридж меняем, и он опять работает. Всё, если кому-то ещё будет интересно, могу как-нибудь привод разобрать, показать, что там внутри находится. Всем счастливо! Надеюсь, видео моё будет полезно. Удачи!